Еще до начала переговоров Сергей Лавров и Джон Керри посетили воинский мемориал в завокзальном микрорайоне. Сергей Лавров прибыл туда на белом ретро-автомобиле «Победа», причем за рулем находился он сам. На месте его встретил глава Сочи Анатолий Пахомов, следом к мемориалу прибыл кортеж госсекретаря США Джона Керри. Он поприветствовал российского коллегу и главу Сочи, и после этого началась церемония возложения венков. В ней участвовали около 500 сочинских школьников. Главы внешнеполитических ведомств двух государств возложили венки к вечному огню. На месте захоронения тысяч участников Великой Отечественной, скончавшихся от ран в сочинских госпиталях. После церемонии деловая программа встречи продолжилась. Среди обсуждаемых вопросов ситуация на Украине, а также в Иране, Йемене и Сирии. Добавлю, что со времени последнего визита Керри в Россию прошло уже два года. Разумеется, российский министр и госсекретарь США поддерживают постоянные контакты, но на российской территории в последний раз лично встречались в мае 2013 года.